ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Скончался Карл Хамамджан. Наводнение в городе Артвен Западной Армении. Эвакуировано около 200 человек. Большая ошибка не указывать в сторону агрессора, сенатор США Бок Менендес. Я не представляю себе членство Турции в Европейском Союзе и до сих пор не представляю. Ангела Меркель. По данным турецкой прессы, США продолжают тренировать сиитских курдов. Поводковые воды оживили водопад Ван Беркри в Западной Армении. Поклонение родине. Рузана Хачатрян. Мы глубоко опечальны тем, что объявили о смерти Карла Хамамджана, главного фотографа и главного редактора газеты «Мармара», издающейся в Константинополе. Совет президента Западной Армении, правительство и национальное собрание выражают соболезнования семье, друзьям и коллегам Карла Хамамджана, а также армянское общение Константинополя в связи с этой невосполнимой утратой. Добра память о Карла Хамамджане навсегда останется в душах тех, кто его знает. Вечером 22 июля город Артвин в Западной Армении пострадал от сильного наводнения. Сильные дожди, начавшиеся вчера вечером, подняли уровень реки Чорох, которая вышла из берегов и затопила город. Многие улицы, жилые дома были затоплены, десятки машин плыли, как лодки, эвакуированные около 200 человек. На помощь горожанам пришли спасатели и волонтеры. В больницу обратились несколько граждан. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Председатель комитета США по международным отношениям Роберт Менендес вновь упомянул военную помощь Турции и Азербайджану в нападениях на армян в Арцахе в прошлом году, а также в привлечении боевиков из Сирии к участию в боевых действиях Азербайджана. В своем выступлении Менендес подчеркнул, что они совершают большую ошибку, когда в случае с определенных действием не уточняется, какая сторона является агрессором. Это обстоятельство могло иметь действительно существенное влияние на протяжении всего конфликта, поскольку в заявлениях, сделанных как международным сообществом, так и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, не указывалось, какая сторона атаковала, нарушила соглашение о прекращении огня и так далее. Возможно, если бы к агрессивному и деструктивному поведению Азербайджана в эти годы относились четко и адекватно, то сегодня азербайджанские власти не смогли бы скрываться под лживым миролюбием. Постоянные призывы и увещевания с обеих сторон создали атмосферу несправедливости и неравенства, от которой страдал и до сих пор страдает армянский народ в лице народа Арцаха. Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты «Айастан Яндропетутюн». Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на недавние провокации Турции на острове Кипр заявила, что у Турции нет перспектив стать полноправным членом Евросоюза. «Я не представляю себе членство Турции в Европейском Союзе и не представляю этого», сказала Меркель, добавив, что она прилагает все усилия, чтобы иметь хорошее отношение с Турцией. Отвечая на вопрос о соглашении о беженцах между ЕС и Турцией, Меркель ответила, что Совет Европы принял решение выделить Турции 3 миллиарда евро на поддержку деятельности, связанной с беженцами, которую Ангара использует как политический инструмент. По сообщениям турецких СМИ, США продолжают оказывать военную помощь курдским народным силам самообороны в Сирии. Как известно, КНС приравнивается турецкими властями к рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией с боевиками. Как сообщают турецкие СМИ, со ссылкой на сирийские источники в учениях приняли участие командующие США, а также командующие сирийскими демократическими силами Мазлум Кобани, Фархад Абди Кобани. Сильные дожди на прошлой неделе вызвали наводнения в районе Мураде, Западной Армении, провинции Ван, и затопили некоторые дома и пахотные земли. Водопад Беркли, который местные иностранные туристы посещают круглый год, не остался без дождей. На этот раз посетители стали свидетелями интересного события. Чистая вода спокойного водопада изменила и свой цвет, и скорость потока за секунды. Когда уровень воды поднимается, и скорость потока внезапно увеличивается, изображение водопада меняется, создавая потрясающий вид. На телевизии «Западная Армения» автор книги «Поклонение Родине» Рузанна Хачатрян представила только что изданную книгу, сославшись на разделы в ней, посвященные Западной Армении и солдатам армянской армии. Она рассказала о своих визитах в Западную Армению, упомянула скрытых армян, об рядах крещения, организованных там по ее инициативе. Она говорила на тему Арцаха, недавние события в котором послужили поводом для написания этой книги. Дарит Левас Саркиз Бағдасариан «Ариер Танг» Саркиз Бағдасариан «Ариер Танг» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.